а украине героем стал а в откуда город полтава московского вас приветствует я очень рад как у вас там дела в украине нормально все мочим русню на донбассе все бурят это наши соотечественники горелый я знаю то что многие русские поддерживает искать действие украины а вот украинца поддерживают в каком плане как можно поддерживать украинцев отдельно от президента не все же за президента тут в россии вот мы допустим против путина хотя живем в россии московская область но это еще так к вам в фсб не пришло пока да скоро будете за путина не не будем можно но против путина и за голову принципе здесь не за кого ну а дали бы свой голос за навального позиционер у нас дали бы голос за него но ему ты можешь запретили вроде бы допустили такой у нас сушу собчак и показывать типа это лицо оппозиции хотя позиция не особо-то за неё мы бы хотели проголосовать за навального путина видать что-то боится и не допускает навального к выборам поэтому мы такие вот тихие оппозиционеры позиция до вас нам далеко майдан так а чего у вас я не поняну с путиным понятно что от чего у вас чем порошенко не нравится мне кажется неадекватный человек дачу нормально адекватный на россию санкции наложил это понятно но мы телевизор как бы я не особо доверяю дать телевизор там конечно бред несут там на каждый день украина украина ассоциация что мы живем в украине а вот ну даже интернет посмотришь его речи но они просто смешные даже тоже европа сейчас смеется как это смеются и порошенко в любой стране принимают нормально путина вообще никто не воспринимает и не в один не в одно нормальное общество не зову по крайней мере боятся россии вас боятся как знаешь как коровью лепешку ты идешь коровы прошли и люди боятся вступить в эту лепешку от примерно страх такого характера но однако в крым вы не завоевали ну так мы его не должны завоевывать это же вы его оккупировали а мы его вернем обратно с санкциями вот нормально потихонечку но нет а если народ не хочет какой у российский народ не хочет а кто вас будет спрашивать это кто тех которые вы зеленых человечков навезли люди же есть отдыхать здесь каждый второй человек наверно в том году отдыхал в крыму и просто местное население они просто все восторгают каждый второй если сколько в россии же 20 миллионов человек а крым всего посетила 2 миллиона или сколько но но это очевидно что крымчане не хотят в украину мне это не очевидно поскольку общаюсь с крымчанами не все вряд забирайте свою россию нахер отсюда вот как-то так это что-то удивительно почему они до сих пор не восстали потому что там фсб плющит всех и запретили меджлис крымско-татарский в каждой мечети сидит фсбшник слушает о чем молятся нагнали техники туда какое восстание вы о чем говорите где вообще в россии бывает в россии запрещены одиночные пикеты по факту а вы мне рассказываете о том что какое может быть восстание что в россии многое что запрещают не в россии проще посчитать посчитать что не запрещают это целовать в жопу путина вот это не запрещают все остальное запрещают этим я согласен по поводу крыма просто реально многие знакомые ездят а вот и просто говорят что крымчане мест население просто восторге то что они в россии я путина не поддерживаю никак это это в каком населенном пункте восторге я хоть скажу своим к и знакомым крымчанам чтобы они так сказать курортные зоны где там правильно это в городе ялта может быть там может быть восторге а в остальных городах и поселках которые раньше были переполнены туристами там полная жопа сейчас ну хорошо а почему беженцы до сих пор там едут я не то вообще вот шоке так откуда едут уже все возвращаются вчера общался с человеком из донецка он говорит побыли в россии поплевались и вернулись донецк лучше сидеть под обстрелами чем в раше вот мне буквально сегодня подруга пишет да ее дядя возвращается с луганска всю жизнь там жил поэтому просто вообще там жить невозможно конечно россия вывезла оттуда все заводы нет если ты сказал что беженцы бегут из полтавы допустим от меня я риски его к вам то я бы тогда бы удивился если из луганска из донецка вы вывезли все заводы все поминировали все расхерячили там алкашня взял автоматы в руки и людей всех адекватных возят на подвал и там пытают то конечно ты там тоже не жил и ехал бы куда угодно не знаю у меня просто понимаете ассоциация позиция так а чего ты не поедешь пожить в лнр днр то да я против них я как это против них не понял террористы я против путина против этой системы есть некоторые но ты за оккупацию крыма как бы да они за купаться я просто не понимаю до сих пор вот что происходит у вас там потому что все вот эти беженцы я не могу понять как за три года можно что-то не понять не понимаем до сих пор вот в этом и проблема потому такая херовая позиция в россии что вы даже простые вещи не можете понять нет хорошо хорошо вот от 9 мая видео там в интернете мы смотрим что у вас там творится там ветеранов там нападают там лупят и так далее скажи пожалуйста сколько сейчас у вас ветеранов в россии вообще есть может быть и ни одного не осталось так на кого мы нападаем на каких ветеранов ты чё ты бред несешь хорошо не на ветеранов а те кто чтит эту память ветеранов почитает пусть сидят себе дома почитают почему нельзя площадях такие на площадях никто не трогает на них смотрят как на дебилов а почему они дебилы потому что во всем мире этот день как и день скорби и только вашей ебанутой стране это праздник потери потери во второй мировой войне у ссср самые огромные самые огромные больше чем у германии у других стран огромные просто и вы кричите мы можем это повторить да вы же дебилы полные у нас погибло тысячи людей миллион и не погибали за советскую власть а погибали просто за свою землю погибали из-за советской власти из-за советской возможности ну кто развязал вторую мировую войну мировой гитлер естественно с чего бы это гитлер ты чего отчет и подожди чего ты лавры отбираешь у товарища сталина который вместе с гитлером оккупировали вдвоем польшу в тридцать девятом году из этого началась вторая мировая война ребята вы как-то зря вы кто проводил паре аппарат подожди секунду какие ваши территории польша и страны балтии не были вашей территории вы оккупировали страны балки напал на сервере нет он не нападал подожди в каком году началась вторая мировая война вторая мировая началась 39 вот с чего я тебя спрашиваю как чего потому что заниматься другие территории не начал занимать территории советские тоже начал вот вместе развязали вторую мировую войну мало того ты смотри мне всегда раньше я не мог понять почему все мире вторая мировая война а у нас великая отечественная в сорок первом году братушки ни с того ни сего не объявляя войны напали так вот вот эти два года с тридцать девятого по сорок первые ссср мало того что оккупировал ближайшие все территории какие смог он еще и поставлял своим братушкам все там топлива блин все жрачку все гитлеру поставлял спонсировал эту всю войну ну так ты чего не гордишься этим я этим не горжусь на 9 мая можем повторить развязать войну которые погибли там они не были советскую власть не были они не были также как обили и так далее но они пошли воевали они пошли потому что их туда погнали и машину ваши тупые полководцы херов и они слили огромное количество людей просто огромное ну так чем гордиться скажи мне шо вы то шо вы там празднуете скажи то что вы и вы дебилы развязали войну и сдохли там что вы празднуете победу одержал не стали никому неста а до ленд-лиз американский который американцы поставили если бы они не поставили хер бы вы вообще блин фашистские войска нацистские дошли бы блин до владивостока я думаю не дошли же ну потому что ленд-лиз вам поставил америка и снабжала вас дебилов а него а вы в советском союзе не жили украина была оккупирована конечно советским союзом мы это не вы украина это не россия оккупированы конечно вот чего это но допустим если вы были негры и вы нас оккупирует а что мы стали неграми после этого у вас во второй мировой кто-то воевал из ваш у меня дед погиб конечно вы просто плюете его в сторону я просто трезво оцениваю что мой дед погиб я его не увидел из-за таких долбоебов как ты которые сейчас это праздную для меня это день скорби из-за то что моему деду пришлось погибнуть кстати где твой дед воевал я под москвой понятно под москвой где он под москвой неизвестно под 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 подземелья прятался и там воевал под москвой какое по как подразделение называется понятия не имею о чем ты гордишься твой твой деда я тебе рассказываю под москвой он был вертухаем нквд ником он стрелял спину украинцам белорусам и всем остальным бы штраф бати он был раскулачены потому что он участвовал тамбовском остане против большевиков все правильно вот и ты этим гордишься правильно чего то что раскулачили и и ты этим гордишься да и ссср я этим горжусь естественно потому что он против советской власти выступал но он пошел правильную точку выбрал правильную точку не пошел заменцы то есть смотри я тебя так понимаю смотри со стороны ты просто никогда не задумался над этим был твой дед зажиточный мужик содержал хозяйство не было земля он этим всем распоряжался потом приходят такие какие-то долбоёбы нахер зарезали скотину отобрали у нее землю нахуй сослали блять штрафбат и и как бы он такой молодец блять думает а давай-ка я этих долбоёбов буду защищать выберу правильный путь ты вообще у тебя как это на голову залазит блять нет хорошо хорошо хорошая вот они сдаются все немцам что дальше причем тут сдаются для для твоего деда послушай послушай на тот момент для твоего деда он еще не знал что такие нацисты и что они будут творить вот давай стоил с того момента смотрим вот ты сидишь тебя уже блять раскулачили жену твою выебали блять родил вполне же могли трахнуть блять нквдшники блять и прочее прочее правильно твой деда и все блять все отобрали нахер и вот ты сидишь и думаешь блять ну ёб твою мать может придут хоть немцы и освободят нас от этого кровавого террора блять хорошо какие вот действия должны быть с правильным бороться с этими блять и краснопузами из фашистами со всеми кто приходит на ту землю надо бороться а он боролся за них один человек и вот бороться как вот тут проявляется я теперь понимаю что никакой твой дед не был кулак он был крепостной такой как и ты вас сука в россии 140 миллионов крепостных и каждого спрашиваешь вас послушаем а 140 миллионов человек послушай путин плохой вас 140 миллион человек скиньте его да ну как же мы можем я же один вот и сука потому есть один крепостной и за то что ты ничего своей стране не решаешь и тебе это убивалось что у нас я тебе напоминаю я напоминаю у нас ведут вас такие нас за 15 лет на коленях у нас за 15 лет две революции и мы боремся с нашими казнокрадами а вы сидите в растянутой майке вот этом страшном советском блять интерьере и глушите пиво хуевые блять эти оппозиционеры вот это вот электорат навального блять ну нет давать порошенко целовать жопу американцам и говори какие не святые причем тут шоу вас я понимаю что жопа путина для вас роднее и и и вы все оцениваете только с позиции целования не спасибо за комплимент я тебе расскажу это называется лофт у меня будет у вас с вами понятно особенно вот этот дождик мне нравится на двери а мне нравится этот подвал который у вас за спиной это вообще а мне нравится я сразу вижу что вы из процветающей страны великороссов я живу я ничем не нуждаюсь понятно ты ничего не нуждаешься тебе путин имеет тебе он не нравится но вы ни в чем не нуждается позиция ты никто ты говоришь я же один я никуда не пойду но я проголосую за навального при чем тут какие жопы шоу все время думаете про жопы святые люди я давай разберемся по факту кто спасал россию всю вашу историю русские люди слыша блять вас спасала когда при царе есть картина айвазовского когда ли едет повозка с американским флагом она называется раздача продовольствия американцами блять голодающей россии были когда в ссср развалился когда вы блять голодали вам прислали ножки буш и америка всячески поддерживала потому что вы голодранцы были в наше это в наше время чувак это было вот недавно даже беженцы русские все в россии все нормальные люди берут в америку скажи есть поток иммигрантов из америки в россию все таки сидит бренд чувак где-то там пенсильвании думает бля как тут мы загниваем это жесть поеду-ка я в российские я смотрю вот смотрю по интернету от этого чувака короче в этой майке растянутой с этим но это же охуительно живет чувак явно владеет газом и бриллиантами блять я смотрю то на фоне кирпичей под я не америка чувак я не америка просто я буду то мы говорю что как мы ну мы ладно мы нищая страна разворованная вопросов нету новое что нефть газ бы алмазы никель пересчитать нельзя огромная территория ты же ты же нищий блять я не ну посмотри на свой интерьер посошу ты пьешь покажи мне я какоми интерьер давайте покажу давай поржем вместе квартира идем вперед я понимаю что ты однокомнатную разделил на три части для то маленького роста пока покажи мне батарею батареи мне только покажи я сразу все пойму чугунная батарея савдеповская у тебя стати свою покажи в основном вообще нет у меня металлопластиковая стоит покажи не металлопластика биметаллическая я по твоим стенам уже даже страшно я тебе говорю я живу в украине в бедной стране я и не позиционирую себя как великая страна ты же мне пытайся рассказать что вы там супер богатые какие-то никому не сосете я скажу что вы какие молодцы ни у кого не сосете ни у обамы учению не у трампа ни у кого такие молодцы сколько у тебя зарплата кстати на рублях 30 тысяч я получаю зарплату нихера себе вот эта зарплата 30 тысяч это вообще это вообще-то в тринадцатом году это было 1000 долларов только жалко что сейчас это 500 долларов да не хватает а понятно у тебя запросы какие могут быть у маленького безвольного крепостного сигареты и херовое пиво что за пиво у тебя покажи первое мы водку пьем а водку какая водка показывает я вообще не пью но честно говоря мне товарищ прислал из сша вот такое вино ну кстати офигенно вино премиум красное вино вчера открыли бутылочку немножко не такой очень обалденный а в быту вы говорите по украинскому языку или по русскому случайно украинскую мову наш ж не можно теперь российскую разговлят это так это так приходится опускаться до вашего уровня и на собачьем этом языке общаться почему это собачий язык ну потому что это не оскорбление просто россиян проводили опрос ну там итальянца французов как они воспринимают русскую речь от ну кто не знает говорят ну так еще собака где-то на ветру гавкает а почему украинцы считают русскими в турцию на курорт поехали куда-нибудь еще когда в турцию на русский ты давно был в турции на курорте я давно вот так ты вот сейчас езди когда там украинцы то там все турки поют украинский гимн и машут украинскими флажочками я тебе должен сказать что уже давно есть за рубежом туры которые называются но раша люди доплачут отдельные бабки чтобы вас дебилов не было на курорте да потому что вы вы же не адекватные абсолютно адекватные ну конечно вот на это нас и отличает украинцев и вас заметь я сижу трезвый до трезвый ты уже набуханная нажраты несмотря на то что тебе завтра на работу в понедельник потому ты получаешь 30 тысяч копейки это ты в москве получаешь да ну подмосковье до 30 тысяч и ты считаешь это офигенная зарплата у нас это нормально прожить можно вообще я помню мне рассказывали когда только начиналась вот эта вся фигня когда вы оккупировали крым и мне кричали да в россии 60 тысяч у себя зарплаты то 2000 долларов на тот момент и наши же уши развесили у тебя все твои крымчане донбассе они что они тоже будут получать 60 тысяч так у тебя 30 тысяч сейчас а у них вообще-то там на донбассе четыре с половиной тысячи рублей на бассе не у нас а у вас не сейчас пока он у вас а там вы его гнобить его заводы вырезали оттуда вывезли этот вас все хотят отречься они от нас нам верните заводы на на место где они были ну вот санкции для тобой наложены потому тебе 30 тысяч зарплата это 500 долларов завтра у тебя опять будет 30 тысяч послушай у тебя и дальше будет 30 тысяч только это будет уже 250 долларов а потом 30 тысяч это будет 1 доллар и вы опять придете к америке на коленках тихонько и скажете америка дай нам пожалуйста еще что-нибудь пожрать потому что мы-то великие конечно но жрать очень хочется дай хотя короче только вы находитесь а вот точно не мы вообще в вас америка всегда ленд-лиз голод всех сколько вас голода было постоянно все нигде такого голода не было у нас вместе говорю а украину оккупировали украины был голодомор вообще я тебе хочу открыть страшный секрет но вообще-то хрущев он родился в свердловской области это вообще-то россия это вам порошенко сказал да загугли сейчас и посмотри у вас там пипец короче деградация полнейший так какая у нас деградации все этим лет сижу трезвый рассказывать адекватные вещи ты сидишь к чеш крым наш я пищу крем на что-то на ранее освощи сосете у америки шо это за бред вообще каждый квартиру так просто слушай тогда и навальный твой сокelt у америке так подожди ты тогда не хочешь сосать у путина хочешь сосать у америке за навального голосуешь а ж ты предатель родине младенный напротив порошенко или обам и не забыл бы мы не совсем ни у кого нам плоху на фиг как эта подожди ты хочешь за навального голосовать ты сказал знаешь как сосать у трампа это твоя логика такая это ваша нет это ты сказал что раз мы не хотим сосать у россии значит мы хотим сосать у трампа как это ну ты сказал что мы там продались там с порошенко совсем я просто говорю фанаты порошенко просто неадекватно чем плох порошенко подожди подожди порошенко не дал слить украину рашки правильно добился санкций объездил всех мировых лидеров добился санкций для вас забился добился помощи для украины добился без виза режима мышках белые люди ты знал берем паспорт и есть любую страну нет отдыхать на данный момент 300 тысяч украинцев посетили все работ сюда в россию конечно же украинцы уже к вам не ездят хохлы да украинцы нет украине потому что дел к вам ездят хохлы ты не ты не знаешь разницы жалко у нас тут нас с полтавы тут один пацанова сейчас нет полтавы покажи мне но и оси они нет с нами херсон полтава одесса дни ромер это вообще там нет так ты мне скажи чем плохо наши наши люди ездят к вам зарабатывают у вас бабло приезжает сюда жертвуют на армию мы наша армия вас доблестно убивают на видео получать и жить хотят тоже хохлы я же не украинцы даже не путай это смотри наконец-то уехали у начали уезжать тех кому тут не нравилось и мы будем жить нормально украинцы с украинцами зачем нам тут хохлы кстати есть еще грузинское вино такое мы пьем уж грузинской не пьете лозанская долина я так понимаю слушай там место для русских осталось еще смотрю там у вас хохлы грузины чеченцы вот вот именно нам это не нравится русским уже жить негде как это подожди всю жизнь вам нравилось подожди всю жизнь нравилось и теперь не нравится матушки россии так какой матушки россию вашу когда-то был свой клочок земли у русских что-то секунду подожди секунду подожди смотри смотри подожди не пылай смотри даже в ссср у нас была украинская ссср когда была русская ссср я не знаю никогда никогда не было в российской федерации сейчас есть я знаю чеченская республика дагестан татарстан даже есть еврейский автономный округ и герусской федеративный округ вот это в твоей квартире да я так понимаю вы бомжи чувак завтра смотри мышь мы туда приедем вы вас вытесним оттуда вместе с грузинами так ты уже говоришь вокруг тебя живут грузины украинцы куда ты будешь убегать они первые за русский пойдут да пойдут конечно пойдут вы впереди чемоданами как путин а мы за вами вариме тут вон везде уборчики грузчики все это из ваших республик какая у тебя специальность за 30 тысяч я думаю ты грузчик как раз и есть нет я старший администратор грузчиков 100 процентов а сколько же младший получает наверное вообще двадцатку до 25 вообще вот это вы процветаете явно вот люди сидят на нефти и газе вообще молодцы не все так хорошо вот это добились бы не то чтобы как дураки ездим европу блин 300 тысяч человек а вы там на всем своем хоть мы не хотим куда ехать там здесь хорошо понятно конечно и тем более вас никто не был нигде и не ждет плюс огороды плюс квартир духу я можно сдавать а где-то там под московью огород завел как-то где вы деревне еще вы выращиваете шо растет там у нас она не расскажи мне что растет насколько знаю люди описывают приезжаешь после украины блять забор поваленный все такими лопухами заросло нихера не растет это бред что ты выращиваешь ану колись брехлоты нету ты уже повторяешь картошка у вас египетская какой картофель хорошо что еще выращиваешь давай картофель какой салат а ты сад выращиваешь это то что до тебя люди давно посадили от идти поворачиваю чувак ты нет и в жизни не сажал огорода потому что я понимаю вас истерия у вас ненависть к россии что все забыли страна под санкциями рубль обвалился вдвое мы вам завидуем до санкции только на пользу слава богу что есть эти санкции у нас товар покупают люди за дорога да да эти санкции было а какой у вас товар там а у вас не какой там зато за дорога покупают товару не так ты сказал что у вас импортозамещение что покупают за дорога хорошо я живу хорошо ты водки сейчас накатишь тебя будет еще лучше обращу все для себя не для кого-то хорошо почему ты не женат ну потому что ты с товарищем сидишь пьешь мы что очень нельзя выпить нужны не видно я спрашиваю почему ты не женат кольца нет на руке у тебя я понял а вас я смотрю зашибись ну слава богу ребята ребята процветаете вы за прямо завидую вам вообще подмосковье представляю как остальное россии там наверное вообще просто посмешище на весь мир просто реально просто посмешище я еще раз объясняю смотри вас выгнали подожди подожди если хотела россия вас бы уже не было просто завтра ты знаешь как моя знакомая моя знакомая сказала что это как с мужиками хотеть и мочь это две большие разницы заберите крым идите заберите крым бля так заберем американцам порошенко целуйте дальше помнишь как тот анекдот с чувак помнишь как тот анекдот про двух быков говорит говорит медленно послушай мы медленно спустимся с горы и выеби все стадо ну смотри обвалили ваш рубль россия вы где вообще находитесь мы в украине чего бы это никто не знает по вашим беспорядкам на майдане все тишина нас знают по нашим ракетам например луганск а ты мем скоро одессу и так далее все здесь украинцы я не готов вас идти и убивать все готовы добровольцы в духу ища деньги у россии найдется так и так а чего никак не это не продавили ждем когда вообще там пиздец у вас достанет просто ждем когда вот у всех такие будут фон блять и и такие лица да как у меня когда мы будем такие уже толстые когда уже не сможем двигаться да а вот такие маленькие коротыши как ты такие прибегут что-нибудь отобрать до период обязательно будете через границу стоять и так вот дядя андрей кинь кусочек сала у родина вы мне вообще вот это он вас имеет пацаны и вот эти ребята вас имеют класс класс так вот пока у нас такие друзья ребята будете вы там где ваше место в ваших подожди мы дальше будем отнимать такие республики типа крым у вас если вас дальше такие друзья будут чем еще отменем я буду в восторге раньше как сомневался теперь надо нахуй всю украину завоевывать а уверен то есть ты смотри вы чечню завоевали и теперь кричите чечня круто и сидите на их бутылке отлично живет и и вы на них работаете по сути вы хотите еще и нас кормить да у вас грузчики чеченцы работают серьезно я сейчас пойду чеченцам расскажу какой ты серьезно чеченцы грузчики а я даже полякам и тебя грузчиком пока еще нет ну будет если путин захочет ты уверен что может путин настолько захотеть если путин перестанет платить ему сду чечне то вам же вообще жопа по крайней мере нашей стране из всех республик жопу украинцам хотят нарвать больше чеченцы нежели русские чего это нет они устали на вашей жопе да набери в интернете высказывание кадырова как он говорил что каждый а это его отец помолил что каждый чеченец должен убить столько русских сколько сможет ну так он достойный продолжатель я считаю смотрите вы вам же сталин нравился в свое время от кадыров будет ну чё кадыров будет следующий президент продолжить дело сталина не будет сколько сталин вы сгнобил вашей российской мрази а ваши сколько украинском ну наших тоже много конечно поэтому мы не хотим россию поэтому мы хотим в европу там где адекватные люди подальше от вас даже видишь от чем интересно даже ты вроде бы оппозиционер а высказывание такие же какие у путиняток остальные потому что у нас здравый смысл в чем здравый смысл убивать украинца за то что они хотят свободы от вас дожди за то что мы лучше живем чем вы да да и держать под жопу флаг сша наша страна не он здесь вот у меня когда они унизится чтобы держать вы окорочка ели ножки буша чувак вы окорочка ели вы с руки ели американцы вот так дуна типа жрите поклюйте хлебушка вам а вы руку опять кусаете американскую мы это у вас фантазии вы забыли кто вас кормит вообще кто у нас вы нас кормит о вас ебет и кормит америка а чуша вас пристают не перестают кормить уже перестала ребята санкции это и называется почему ваши банки не могут получить или финансировать да на пух уж как не мог паса забыть тебе смотри тебе похуй потому что тебе не было денег и нет 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 у тебя ну ты живешь там сом где там в ебенях войти а ты выращиваешь картошку на балконе так при чем тут я ты про американца посмотри уровень жизни американца вы свой ничего нахуй мне на них смотреть меня все нормально согласен согласен так чё когда вы за два дня до киева дойдете мы ну как только сразу вас уже не будет когда вы об этом узнаете и наверное так подожди в чечне послушаю сколько как ты думаешь людей в украине живет понятия не ну я тебе подскажу 40 миллионов человек приблизительно просто я просто чтоб ты понимал чечнёй в которой миллион человек вы воевали 10 лет и не смогли их победить по сути ну а помнился когда это было ну то есть это вы реально считаете что можете с украиной тягаться причем с украиной при поддержке сша не параллельно это вы не можете стягаться с россией вы не могли мы тягаемся нормально тяга и луганск донецк взять уже сколько там три или четыре года что там я бы выйти и подыхаете в окопах а у вас все нормально чего вы не можете забрать да так а мы не спешим ну заберите да я тебе я ты ты просто понимаешь это все примитивно смотри смотри нам нужен был повод чувак нам нужен был повод чтобы новосанкции наложить нужен вам крым вам крым подсунули так и так я тебя подожди как это секунду секунду подожди сейчас легкий просчет смотри буквально две минуты тебе крым уже стоил за три года 500 долларов ты теряешь в месяц это получается 1000 я ничего не потерял и сейчас 100 долларов получается я подожди сколько же это получается 6000 долларов год это получается 18 тысяч долларов тебе уже стоил крым тебе только одному я ничего не потерял за 18 тысяч долларов чувак 18 тысяч баксов и хорошо я ничего не потерял за 18 тысяч долларов ты мог себе купить например нормальную майку новую я на этом ничего не проиграл 18 тысяч долларов я тебе объясняю тебя была штука доллара зарплата сейчас 500 а вы чего потеряли причем тут мы я про тебя говорю ты же решили что ты приобрел я ничего не потерял я говорю ты потерял 18 тысяч долларов я это не ощутил скажу так я не знаю как тебе еще объяснить я ничего не не ощутил что я что-то потерял наоборот зарплата стала больше а то есть у тебя было еще меньше зарплат меньше было до крым еще меньше было так со временем лишь мы наложили санкции санкции долгоиграющие место водки подожди когда метр на место водки вы начнете пить для натурат и начнете пить охлаждайку и закусывать корой от это тот самый момент когда мы начнем отбирать крым обратно так а мы не спешим украины уже не будет не спешим нам просто ты же понимаешь отвоевывать военным путем это глупо терять терять свой генофонд вас и путин не жалеет вы сдохните вас 2 миллиона вас не жалко по барабану она не прощая порошенко жалко конечно поэтому договорились завязали руки россии минскими соглашениями какие-то блин беглые грузинские грузинский хор какой-то не янукович еще не говорил он сбежал и все вражку свою очень сомневаюсь давай поспорим с тобой когда сбежит давай делаем ставки я не знаю когда ты так уверенно говорил послушай что ж ты так сегодня у нас 29 10 2017 года евгений гуреев против андрея полтавы андрей полтава запомни андрей полтава меня зовут так вот найдешь ю тубе мой канал люди поддержат и андрей полтава так вот мы с тобой на какую сумму спорим давай на твою зарплату ни хуя себе 30 тысяч не 1000 рублей 30 тысяч хорошо давай давай на 30 тысяч то есть до 29 10 2018 года порошенко должен сбежать в сша если не сбежит то ты мне переводом ну или я тебе перевожу хорошо все твой как твой товарища зовут чтобы мы знали что он свидетель сергей серега ты подвод ты подтверждаешь наш спор да все красава хорошо договорились все передавай привет зрителям тут один а на моем канале 50 тысяч ну всем тоже привет я желаю украинцам самого лучшего это как ты говорил убить нас всех и завоевать вот это ты желаешь тут такие как я есть так тоже хохлы я говорю у тебя там рядом хохлы ты путаешь хохлов с украинцами постоянно это прекрасно ладно все через водик тогда встречаемся в украине героем слава счастливо пока ставим лайки подписываемся на канал распространяем ребята заливаем себе на каналы но единственное нужно сохранить ссылочки которые под видео это обязательно жертву на армию как видите даже оппозиционеры оппозиционеры от навального считают что нужно украинцев поработить убивать и все остальное поэтому нам армия нужна сильная армия которая будет противостоять этим нашим сумасшедшим соседям пока